Если в первой половине XIX века вся политическая жизнь сводилась к дискурсу между консерваторами и реформаторами, в частности, это выразилось в полемике между западниками и славянофилами, то во второй половине XIX века люди начали задаваться очень серьезными вопросами. В плоскости литературы это выразилось в таких произведениях, как «Кто виноват? Герцена? Что делать? Чернышевского? Кому на Руси жить хорошо? Некрасова?» Иными словами, нация стояла перед вопросом самоопределения. А что будет дальше? И в какой стране, под каким строем им жить? При Александре II правительство провело целый перечень либеральных реформ, но полностью решить и снять все имеющиеся в обществе противоречия не получилось, и именно поэтому стала оформляться радикальная группа общественных течений. Единственное, что к времени правления Александра III идея народничества потихонечку себя исчерпала. Во-первых, она не дала столь скорых результатов, сколько от нее ждали ее сподвижники. Народ очень неохотно перенимал идеи революции и свержения существующей власти. Между прочим, с точки зрения религиозной морали, она имела чуть ли не божественное происхождение, и в морали обывателя того времени это была серьезная проблема. Плюс очень важным моментом оказалось то, что когда народникам все-таки удалось убить Александра II, а это состоялось 1 марта 1881 года, никаких реальных последствий, ожидаемых, не совершилось. Самодержавие осталось, монархия осталась, на смену Александру II пришел Александр III, причем правительственная реакция была такой, что общественным организациям пришлось уйти в еще более глубокое подполье. Иными словами, идея народничества оказалась в глубоком кризисе. Но именно находясь в глубоком подполье, именно уйдя в конспирацию, народники сумели перестроиться, и в тот момент как раз на российское идейное поле потихонечку начали проникать из Европы идеи марксизма. Основную часть своих трудов Карл Маркс в сотрудничестве с Фридрихом Энгельсом писали еще в середине XIX века. В второй половине XIX века все это начинает переводиться на русский язык. И тут, конечно же, мы находим очень интересные точки соприкосновения. Если учесть, что сам Маркс на первых порах отзывался очень негативно о русском народе, и в принципе считал его чуждым всей вообще европейской идентичности, то на поздних порах уже своей научной деятельности, когда, очевидно, Маркс увидит и разочаруется в полностью укоренившемся в Западной Европе капитализме, именно обратившись к русской общине, он увидит те самые точки соприкосновения с коммунной, то есть с основой социалистического общества. И тут, конечно же, Маркс сильно изменит свое отношение вообще к русской ментальности как таковой, потому что именно в ней он увидит возможность воплощения и реализации вот этих вот идей, которые при нем были всего лишь смелой фантазией. Касательно же политики Александра Третьего, ее очень часто считают реакционной. То есть Александр Третий был не столько инициатор каких-то преобразований, как просто реагировал на сложившиеся обстоятельства. И если у нас назревало, например, при правлении Александра Второго революционная угроза, Александр Третий закрутил гайки, подавив тем самым вот эти вот революционные поползновения, и, в принципе, всю его деятельность очень часто вот так вот под гребенку реакционности сводят исследователи. На самом деле все было несколько сложнее, поскольку даже сама техническая научная революция в тот момент не стояла на месте. Также очень часто к Александру Третьему используют термин контрреформы, и действительно он изменил положение многих дел в обществе, утвержденных либеральными реформами Александра Второго, 60-70-х годов XIX века. Но при этом очень важно понять, что Александр Третий поспешно решал насущные задачи, а это именно усиление полицейского контроля над государством и введение жесткой цензуры. Это достигалось самыми разными способами, но в частности для борьбы с вольными студенческими обществами. Александр Третий считал университет рассадником всякого рода тлетворных вот этих вот западных идей, и именно поэтому, например, был такой нестандартный метод, как введение студентам очень красивой формы императорского мундирского образца. Для чего это было нужно? Александр Третий очень сильно ограничил образование, очень сильно ужесточил квоты поступления в университет. Учащихся стало в пять раз меньше. Образование стало более закрытым, более прелегированным. Если студент в столь замечательной форме был замечен на каких-то уличных манифестациях, то, конечно же, к нему применялись дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления. Цензурная же политика при Александре Третем приводила к тому, что в случае появления в том или ином издательстве или в каком-нибудь журнале вольнодумских или антигосударственных идей, ему выдвигалась нота предупреждения, вплоть до закрытия издания. Единственное, что такие журналы иногда закрывались и много раз, и просто сразу же открывались под другими названиями. Даже начались в некотором роде редакционные войны. Но при этом важно сказать, что у царя была очень мощная поддержка консерваторов. Это те самые политические силы, которых обычно считают центристами. То есть силы, поддерживающие существующий строй. И тут очень важно было то, что их поддерживали самыми разными способами. В частности, через культуру. Опера Глинки «Жизнь за царя», подвиг Ивана Сусанина, воплощение гражданского долга – отдать свою жизнь за правящую династию. Правление Александра Третьего смело можно назвать реставрацией мощи самодержавной власти, которая была немножко подточена либеральными реформами его предшественника. Выражалось это в том, что Александр Третий пытался возобновить привилегии служебного сословия, привилегированное дворянство. Единственное, что, учитывая вызовы современности, требовалась, конечно же, индустриализация, требовалось открытие не только мануфактур, но и фабрик с заводами. И, конечно же, вот эта привилегированная прослойка, полтора-два процента населения дворян, не могли на себе перенести в силу своей образованности всю тяжесть вот этого наушно-технического прогресса. Требовался куда более широкий класс, то есть требовалось перейти от сословного к классовому обществу. И вот этот вот первый привилегированный класс, как раз он по своей многочисленности мог бы на себе это перенести. А это, конечно же, означало очень серьезные изменения в политике. Александр Третий воспользовался средством предыдущих эпох, сделал ставку на дворянское сословие, наделив их опять привилегиями, сделав возможность, например, занимать должность земских старост только потомственных дворян. Это очень сильно ограничило местное самоуправление земств и представление низших сословий во власти. Но при этом, конечно же, это усилило вот эту самодержавную вертикаль и вроде бы как приблизило к нему опять привилегированную прослойку населения. Но в сочетании с политикой сокращения образования, в прямом смысле слова, конечно же, справиться с индустриализацией в этот момент было очень-очень тяжело. Это напоминало движение в обратном направлении. Также стоит отметить, что помимо центристов, еще и правые политические силы поддерживали монархическую власть. В частности, это выразилось в подъеме национализма, который опять-таки транслировался через всю культуру, музыку, живопись, архитектуру, псевдорусский стиль, а-ля рус. Конечно же, это все выражало национальную идею. Побочным же эффектом оказались еврейские погромы и первая массовая эмиграция иноземцев из страны. Именно в этот момент интересно посмотреть на идейный поворот всех этих политических течений, поскольку после провала идеи народничества, после, казалось бы, совершенного убийства Александра II, монарха, в стране радикальным образом ничего не поменялось. Эффект был, наоборот, противоположный. И именно поэтому стало понятно, что вот этот переворот малыми силами, интеллигентский переворот и вот эти массы населения, которые потом пойдут за вот этими вот немногими просвещенными, образованными, эта идея неудачна. Должно произойти что-то другое. И, конечно же, марксизм тут распространился очень благодатно. Это выражалось в том, что общество потерпевало серьезные изменения, менялся его состав, менялась удельная масса пролетариата в населении. Рабочий класс набирал свою численность. И, конечно же, на него предстояло сделать ставку. Отдельной особенностью России было то, что, в отличие от большинства европейских стран, в России в XVII, XVIII, XIX веках не было буржуазной революции. Иными словами, России пришлось практически из феодализма прыгать сразу уже в следующую формацию. И, конечно же, это был очень своеобразный опыт. И списывать какие-то готовые решения или ответы у кого-то другого тут, в принципе, не могло бы получиться. На момент же правления Александра III, так или иначе, неизбежно рос уровень образования населения. Объем знаний вырастал, уровень грамотности и просвещенности повышался. Как бы это даже иногда не пыталось останавливать власть. Таким образом стали появляться разночинцы. Это уникальные люди, которые выпали из своего сословия, то есть они уже, например, были не рабочие и не крестьяне, но в силу своего происхождения, сословной принадлежности, они не могли занимать, например, какое-нибудь положение в обществе, которое соответствовало их знаниям и квалификациям. И, конечно же, эти слои оказывались недовольны. И вот тут очень важный момент. То, по сути, из-за чего пострадал Александр II, который пытался как-то компенсировать отсутствие буржуазной революции в нашей истории, за счет либеральных реформ, как-то привести нашу страну к капитализму, а в обществе уже оформился запрос на более прогрессивный строй социализма. И тут, конечно же, точка зрения правителя с точкой зрения вот этих вот оформившихся разночинцев и вот этой революционной настроенной радикальной группы населения категорически не совпали. Все это вылилось в цареубийство. При Александре III тенденция продолжится. В 1887 году, также 1 марта, организация «Народная воля» попытается организовать покушение на Александра III. Полиция вовремя перехватит эту попытку. Отдельно следствием политических преступлений занимались жандармы. При этом одним из подсудимых будет в дальнейшем очень известный человек Александр Ильич Ульянов, брат Владимира Ильича Ульянова, пошедшего в историю, как Владимир Ильич Ленин, вождь мирового пролетариата. Его старший брат будет участником в организации покушения на императора и за вот такое вот преступление он будет подвергнут казни. И хотя в общих чертах правительство Александра III можно считать очень благополучным, очень стабильным, очень благотворным с точки зрения народной идеи, национальной мысли и национальной культуры. При этом важно отметить, что радикализм никуда не исчез. Он просто ушел в подполье, затаился. Он просто начал ждать своего момента. При этом сословный строй, конечно же, уже не отвечал запросам современности. И, конечно же, в обществе назревали серьезнейшие перемены. И, по сути, всем вот этим общественным движениям надо было только ждать своего момента, а именно, разрастание класса пролетариата, который рано или поздно заявит о своих правах, а также, что очень важно, и чем занялась элита, прежде всего, такие деятели, как Полиханов, например, или та же самая Вера Засулич, они начали переводить труды марксистов на русский язык. Именно делать эти идеи доступными. Ну, а в дальнейшем, собственно, по законам классовой борьбы, все случится само собой. Относительно идей марксизма, учение Карла Маркса было уникально с той точки зрения, что оно было очень прочно привязано к экономике, именно к политэкономии. И с этой точки зрения вообще вся человеческая история, праздная и вычурненная, она рассматривалась как сугубо экономический базис, да, это конкретные ресурсы, средства, производства, труд, земля, капитал. Это то, что есть непосредственно, материально, физически, то, что можно увидеть, пощупать, потрогать, завоевать, потерять, украсть. Но, тем не менее, оно существует. И также рассматривалась надстройка. А вот надстройка – это как раз все абстрактное. Религия, идеология, абстрактные какие-то вещи, которые как бы легко надстраивались, также они легко и менялись. Именно поэтому, если с точки зрения такого сухого марксизма посмотреть вообще на любое государство, там есть базис ресурсный, и есть легковесная надстройка, которая может меняться. То есть это такое очень прореволюционное, с точки зрения методологии, течение. Конечно же, оно было очень привлекательным. Единственное, что прийти к нему люди в широкой массе своей могли не сразу. Потому что оно очень плохо накладывалось на традиционную общественную мораль. Все-таки в XIX веке общество по большей части было религиозное. Население в огромной массе своей было еще приверженцем такой православной христианской морали. А для того, чтобы перейти к такому экономическому и материалистическому вообще учению, надо было, конечно, немножко через себя перешагнуть. Это означало полное переформатирование общества. И вот как раз распространенное во второй половине XIX века течение нигилизма, это такое бунтарское течение, которое сопровождалось наряду с наукократией, идеей о том, что все вокруг может объяснить наука, еще и тотальным неверием во все, то есть беспринципностью, таким цинизмом нового поколения. Конечно же, это была такая переходная ступень к мышлению нового типа. Во второй половине XIX века в Европе активно распространяются идеи германской философии. Причем важной особенностью этих идей будет то, что немцы в своей мысли оказались жуткими националистами. Они в принципе вводили в научный оборот такие дефиниции, которые не переводились на другие языки. Иными словами, чтобы понимать немецкую философию, нужно было неплохо знать немецкий синтаксис. В частности, они еще дали немецкой философии несколько новых удивительных мыслей, которые в принципе были не похожи на все ранее существовавшее. Немецкая философия оказалась довольно агрессивной, причем шла она к этому последовательно от общей европейской философии и еще даже преемственницы античности и религиозной мысли. В частности, во что это вылилось? Философы очень часто изучали высший разум, но если просветители французские им восхищались как какой-то высшей идеей, то немецкий философ Артур Шопенгауэр, изучая свой мировой пессимизм, сформулировал такую идею мировой воли, сверхволи. Иными словами, в скобочках, это Бог. Его ученик Фридрих Ницше уже трансформировал это в идею сверхчеловека, то есть существа, способного понять эту сверхволю. Ну, тут есть некоторая преемственность с библейской мыслью о том, что человек был сотворен по образу и подобию Бога. Но в дальнейшем, если посмотреть преемственность этой идеи сверхчеловека, очень нехитро можно вывести даже нацистскую идеологию Третьего Рейха. Поэтому все эти мысли были безобидными, пока они были на листах философских трудов. Так вот, в XIX веке, когда вся эта германская философия распространялась, Россия дала свой вполне себе адекватный иммунитетный ответ. И в данном случае русский писатель, мы его больше благодаря школьной программе знаем как писателя, Федора Михайловича Достоевского. В западной же научной традиции его больше знают, кстати, как философы, основоположника экзистенциализма. Так вот, даже в своем романе, например, «Преступление и наказание» Федор Михайлович Достоевский очень здорово показывает, как молодой человек, студент, попадает под влияние вот этих вот радикальных, довольно западных идей, а вы узнаете эту идею, тварь ядражащая или правоимеющая, это та самая идея сверхчеловека из германской философии. И на примере своего романа Федор Михайлович Достоевский показывает крах этой идеи превосходства, крах этой европейской методологии, морали, но на нашем культурно-историческом поле. И, конечно же, Раскольников, пройдя этот путь, претерпев полное поражение, полное низвержение, приходит к чисто такой христианской православной идее искупления греха. И это, конечно же, такая идейная победа вообще Достоевского над вот этими вот довольно тлитворными западными течениями. История РФ Главный исторический портал страны